В июле в Вильнюсе состоится саммит лидеров стран-участников НАТО. Это уникальная ежегодная встреча, на которой обсуждаются главные проблемы для самого мощного военного блока в мире. В прошлом году саммит проходил в Мадриде и на нем приняли, пожалуй, самое главное решение последнего десятилетия – решение о дальнейшем расширении НАТО. Тогда в Альянс решили принять Швецию и Финляндию. В этом году позитивных сигналов о членстве в НАТО ждет уже Украина. Владимир Зеленский обозначил ожидания страны от саммита. Некоторые страны НАТО так боятся России, что не готовы видеть Украину в блоке. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нечего делать на этом саммите. Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью The Wall Street Journal. И накануне саммита такие сигналы стали поступать от высшего руководства Альянса. Мы работаем над многолетним пакетом поддержки с большим финансированием. Это обеспечит для Украины потенциал сдерживания и обороны в долгосрочной перспективе, поможет восстановить ее сектор безопасности и обороны и обеспечит переход Украины от советских доктрин, оборудования, техники и обучения к полной оперативной совместимости с НАТО. Формулировки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга очень дипломатичны. И это понятно. Ведь переговоры еще продолжаются. И итоговую повестку саммита мы увидим только непосредственно перед его началом. Я уверен, что идут энергичные дискуссии, как в Брюсселе, так и в столицах стран-членов НАТО. В Вашингтоне, в Берлине, в Лондоне, в Париже, в Варшаве, в Вильнюсе. Я уверен, что ведутся активные переговоры, дискуссии и даже споры именно по этому вопросу. Я не думаю, что итоговое решение уже принято. И весьма вероятно, что итоговое соглашение 31 или 32 членов НАТО, если Швеция присоединится к Альянсу, не может быть достигнута ранее, чем к самому началу встречи в Вильнюсе. Пока страна воюет, полноправное членство в НАТО тяжело представить. Но союзникам есть, что предложить Украине. Я думаю, что есть две конкретные вещи, на которые нам лучше обратить внимание. Во-первых, это упрощенная передача оружия и технологий в Украину. Сейчас, на протяжении года, мы видели много дебатов о красных линиях. Вы не можете предоставлять танки. Затем вы не можете предоставлять боевые самолеты. Все эти красные линии пали одна за другой. Второе, это углубление политических отношений. Как это сделать? Это будет происходить через так называемый Совет Украина-НАТО. У Украины появится возможность собирать НАТО, как только почувствует опасность или необходимость сделать это. Вы можете это называть статьей 4, которую предоставят Украине. Не статья 5, но статья 4. Статья 5 коллективного договора НАТО гласит, что нападение на одного из участников Альянса другие участники будут воспринимать как нападение на себя. В статье 4 речь идет о консультациях стран-участников Альянса, которые проводятся, если один из членов Альянса считает, что его безопасности что-то угрожает. Я не думаю, что вы должны воспринимать гарантии безопасности так, что западные вооруженные силы направят наземные войска в Украину. Я не думаю, что Украине стоит ожидать отправки западных солдат. Но в плане технологий и оружия вы можете ожидать больше тяжелого оружия. Давайте рассмотрим пример самолета ВФ-16. Я думаю, что это только вопрос времени, когда вы их получите. Старший научный сотрудник немецкого фонда маршала Бруно Лёте чувствует изменение настроений среди крупных членов НАТО. Они перестают воспринимать идею о членстве Украины через призму того, что это якобы может угрожать России и поэтому не стоит этого делать. Вы видите все больше политиков в западноевропейских столицах, даже в США, доказывающих, что если даже мы создаем новую архитектуру безопасности, то место Украины в НАТО. Я бы даже не исключал факта, что вы получите ракеты дальнего радиуса действия. Тем не менее, на фоне продолжающихся боевых действий не стоит забывать о прямом диалоге с жителями стран НАТО. Для того, чтобы они понимали, на что влияет их помощь. Лидеры Альянса должны объяснить своим гражданам, каковы ставки и почему прекращение огня в нынешних условиях только поможет Путину выхватить победу и спасти поражение. Время для переговоров может настать, но сейчас критически важно поддерживать санкции и продолжать отправлять наступательное вооружение для украинцев столько, сколько понадобится для того, чтобы нанести поражение России, выгнать российские войска с украинской земли и помочь Украине гарантировать длительный и справедливый мир.